Спасибо. 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 Брат, сердце, отец, тоже воскрес! Ад разрушен и отражает, он воистину воскрес! ПЕСНЯ 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 Затем он принёс две маленькие луковицы и посадил их рядышком друг друга. Прошло несколько дней. Их выше двойки в теплые солнечные лучи оживили маленькие луковицы. И они стали медленно тянуться вверх. Вскоре на поверхности показались весёлые зелёные росточки. А когда стало совсем тепло, то произошло чудо. Голову каждого маленького цветочка в головке украсили чудесные цветы. Как прекрасен этот мир! О, какой прекрасен я! Какой симпатичный у меня сосед! Разрешите представить нарцисс! Самый красивый цветок на земле! А меня зовут Тюльпан! Очень приятно с тобой познакомиться! Ещё бы! Они стали дружить с Тюльпан и нарцисс. Хотя цветы были соседями, посаженными одним задовником, но по характеру они были совсем разными. Тюльпан был жизнерадостным цветком, который поинтересовало всё, что происходило вокруг. Нарцисс же был на офис, более полужил себя, и его внимание выше часто привлекало на собственные одежды. Тюльпан птицы! Тюльпан птицы! Тюльпан птицы! Тюльпан птицы! Он любил встречать красоту в утренней зари, слушав тишины природы, но больше всего его привлекали люди. Они то и дело находили в мир, тюльпан послушал всех этих разговоров, и через некоторое время он знал об его жизни совсем немало для простого садового цветка. Тюльпан, послушаю, а что это за большие цветы? Какие цветы? Ну, которые ходят на ду в длинных стеклях, а вместо цветков у них круглый, не распутившийся бутон. Вот клубы, это же люди. Люди? Да, люди. Я бы и сам хотел знать о них больше. Они самые загадочные существа на Земле, они менее всего твоих. Ну, вот еще, и что-то нехорошо, никакой красавчик ходит с нераспустившимися бутонами. Так рассуждали цветы, а время шло, и вскоре теплые солнечные лучики стали очень сильно привлекать их прекрасной головки. Наступало бедно. Фу, это же она немалосима. О, как же ты мне пил из морщинки. Ты только посмотри. Да, я тоже стал себя плохо чувствовать, и все время хочу обсадить. Как жалко. Ты посмотри, эти большие цветы, люди, сняли со своих землей лишнюю кожуру. Им хорошо, а мои лепестки совсем забряли. Илью сменился июлем, июль августом. Цветы давно потеряли свой наряд. А после же заявляла о себе. Она позолотила первые листья на деревьях. Да только стены на тубочном дереве в качестве сада. Вчера она была зеленая, сегодня совсем пришел к нему. Да что мне дерево? Ты лучше посмотри, как я постарел. От моей красоты ничего не осталось. Нарцисс давно уже забросил свое зеркало. Вместо июнов, цветущего красавца, на него теперь смотрело совсем другое отражение, старость. Мы стареем, мужище, все стареем. Хороший, посмотри. Посмотри вокруг тебя, ничего не вечно. Все цветы саду и цели, деревья стали терять свои листья. А люди? Люди — это видишь старения, но они тоже стареем. Просто это не так замен. А вы что у меня с голоса? Ручник и милый. А то же громче. Я не хочу стареть, я не хочу умирать. Как несправедливо. Становилось все холоднее и холоднее. Сам предстал при нами, при нами жалким зрелищем. Ты только посмотри, птиц, наик улетает. То свет, то тепло, то вечное весна. Я тоже начинаю, я не хочу умирать. Как несправедливая жизнь. Скажи, а люди куда они дают от холода? Люди имеют дома, где тепло. Дома, а то такие пущие, закрытые клубы. И в них живут люди. Да, ведь нижнее место творения. Оно скоро завернет и умирает. А люди, они тоже умырают? Я не знаю, я бы и сам хотел знать об этом. Падал зимний ветер. Цветы с ежами. На какое-то время они затремали. Им снились теплые солнечные лучики. Журчали веселого ручейка. Весеннюю самотуха пшит в саду. И люди. Эти большие, загадочные цветы. Вдруг чей-то же же разговор распудил. На них неосторожно наступили чьи-то ботинки. Цветы тут же простили обидчикам. Потому что то, что они услышали, изменило все. Они получили ответ на вопрос, который так волновал их. Ты слышишь, мальчис, они говорили о воскресенье. Да, я не понял. Неужели я могу на воскресенье ожить воскресенье? Да. Да, мы идем, но буду воскресенье. А я думаю, что воскресенье – это просто 1 неделя. В воскресенье – это жизнь после смерти. Когда же это произойдет? Усна в нас наступит весна. И когда вся природа в нас оживет. И мы с тобой? И мы с тобой. Я в комнате красивый, нарядный? Да, красивый, нарядный. И ты? И я. Цветы оживились. Они уже не замечали холода или менящего ветра. Они жили весной. Надежда на воскресенье придала им плену. Они уже больше не боялись смерти. Налетели серые снежные тучи. И зима вступала в свои права. Стрибан, а что-то какие-то, посмотри, какие-то странные белые мухи. Это не мухи, это снег. Значит, наступила зима. И мы их умираем. Больше они уже ничего не чувствуют. Вскоре в лесах, например, засыдевают пушистым одеялом. С них спрятал потоком многих и многих агитателей прекрасного сада. Вновь пришла весна. Первые же темные дожди и солнечные лучи вновь оживили маленькие луковицы. В них проснулась жизнь. И они стали медленно тянуться вверх. Вскоре на поверхности показались веселые зеленые росточки. А когда стало совсем тепло, то опять произошло чудо. В голову каждого маленького кустика украсили чудесные цветы. Цветы вновь расцвели. И как же рады они были опять увидеть друг друга. Тюльпан, нациск. Да посмотри, я вновь с цветом. Какой же я красивый. Да и ты тоже. Я же говорил, что придет весна, и мы его встречаем. Цветы радуются, что их надежды сбудутся. Тюльпан, друг, скажи, а они тоже умирают? Я не знаю, я бы и сам. Да, все умирает. И что, и кто-то будет воскресенье? Я не знаю, я бы и сам хотел знать ответ на этот вопрос. А вы знаете ответ на этот вопрос? Библия говорит, что Христос воскресл из мертвых. И мы все воскреснем в последний день. Только одни для вечной жизни, а другие для вечное осуждение. А куда стремитесь вы? Я знаю, что Христос воскреснет. С Ним счастливейшее детство. С Ним прекрасное наследство. И идти за Иисусом это средство. И для растяжения небес. Я знаю, что Христос воскреснет. Спасибо. Как ты скажешь? Халина Анатольевича. Штырье. Как это работает? Не звучит. Не знаю. По горам высокий пастырь мой идёт, узкою тропою обет своих ведёт. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою обет своих ведёт. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою обет своих ведёт. Пастырь мой добрый любит рот и хор, и любит только голодым, кто рулится злом. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою обет своих ведёт. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою обет своих ведёт. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою обет своих ведёт. Я маленькая овечка, я иду за ним, узко тропою обет своих ведёт. Я маленькая овечка, я иду за ним, узкою тропою обет своих ведёт. Узкою, благою, холотою зону. Я знаю точно, понял крест. А знаю я, не понаслышке, прочел в одной чудесной книжке, где очень много есть чудес. Но это чудо вам скажу, путило Богу одному. Ведь только Бог, Иисус Христос, страдал за нас и смесь понес, но показав любви учения, Христос воскрес. И воскресенье, вот это чудо и чудес, Христос воскрес. Борисов воскрес! Субтитры подогнал «Симон» Иисус Христос Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 За окном весна, чудная весна Выходи на поле в утро ранее Слышишь, Божий зон, кто на труд готов? Для тебя сегодня это главное Ой, со мною Аллилуйя Ой, со мною Благодарю В этом нам вот беспроверь мне Эти меры все творю За поле в солнечном Солнце учит голодок И за полу то, что мне жизнь дарит За людей, что Бог дает За любви, по то, что дает Благодатью большую свою Ой, со мною Аллилуйя Ой, со мною Благодарю Этим нам благословенье С этим я крестом борю И за чудо, что священ На толпу тебе Божий сын Когда умрешь, чтобы я был жил Что весь мир тут воскресил Силуадом победил И меня, но высоко твои Пой со мною Аллилуйя Пой со мною Благодарю В этом нам благословенье Детям я крестом борю Пой со мною Благодарю Пой со мною Благодарю Пой со мною Благодарю Иисус Христос Иисус Христос был у вас Снесен под кредит И мертвым был вокруг Положен с древа И в третий день И с мертвым Бог воскрес Поистину воскрес И лечит их шерстам Воскрес Нам говорит и легкий взгляд Поистину на пире птичьем Слышится Поистину воскрес Светы твердят Сегодня праздник Ближнему к ей долину Пусть слышится Под сходами небес Горячие приветствия Пасхальные Христос воскрес Свою стену воскрес Поистину воскрес И лечит их шерстам Воскрес Нам говорит и легкий взгляд Поистину на пире птичьем Слышится И лечит их шерстам Поистину воскрес Цепы твердят Не стыдь, не унывать нам этой радости, Мы даже в поем, мы поем сейчас. Христос воскрес, мы вместе с вами, на внесть, Поистину воскрес он не даст, Поистину воскрес, и рычаг и жильца. Воскрес, мы говорим, как о взглях, Поистину воскрес, и рычаг и жильца. Поистину воскрес, цветы крылья, Поистину воскрес, и рычаг и жильца. Воскрес, мы говорим, как о взглях, Воистину в педи птичек слышится, Воистину в воскресе цветы перья. Бывают женицы на пшеничном поле, А бывают женицы на божьей воле. Бывают ловцы рыбы, А бывают ловцы людей. Вот и так имела отца, мы с вами сейчас и понаблюдаем. Отличный сегодня денек! Наконец-то я вырос. Хоть листья как нас убирает и поставлю их в базу. Эй, на рыбалку пришел или куда? Конечно, на рыбалку, но времени еще много. Там уже клёпа нет. Пока это мы с листиками. А, что? Леда не смею. Ну, если только несколько минут, вообще я человек сам. Ну что, клюет или нет? Я так и думала. Не помню, кто мне говорил, но в это время не клюет. Эй! Эй! Что? Ключки дашь? И чё, и помню, но я дома забыла. Слушай, ты как на рыбалку собиралась, ничего с собой не взяла. Так мы смотрим. Эх ты, Соня! Вот я... Ладно, держи, дома подожди. Ой, как звучит рыбалка. Ой, какая мелкая рыбушка попалась. Ну разве это рыба? Покажу, покажу. А, это мелкая рыба. Оставь, она пригодится. Чем не рыба? Эх, надоела мне эта рыбалка. Давайте лучше искупаемся. Слушай, вы сейчас ни разу с нами в балке не были. Зачем вам эта рыба? Эй, ты что делаешь? Ты же всю рыбу распукаешь. К тому же разбудил сестру. Так ведь в пилёвого нет. Вот и сроки на мою. Покрочи. О, сколько у него рыбы. Точно, вот повезло ты человеку. Послушай, как это у тебя получается? Для того, чтобы быть хорошим рыбаком, нужно не мало. Ну, во-первых, нужно быть рыбалкой. Во-вторых, нужно быть подготовленным вместе. И, наконец, нужно уметь использовать снасти. А на что ты ловишь? Моя наживка начинает с моей буквы С. Ага, я знаю, я сам. Да нет, не угадал. Может быть, это супичок? Вот уж, на супичков здесь поймаешь только лягушку, и то, и царёвник. Ребята, это уже саранья. Ага, я рвил, ты для листики собирал. Моя наживка – это не сарань чая из кисточки, и тем более не сало. Моя наживка – это слово Божие. Но это ещё не всё. Для успешной работы нужно иметь много качеств, и многое уметь. Наверное, нужно уметь правильно вязать крючок, насадить наживу. А то раз и его ушла. Да, это жеребно. Но ещё обязательно нужно иметь в себе долготерпение, кротость, смирение и мудрость. И самое главное – нужно иметь любовь к ближнему. Хотите? Я и вас научу довести. Пойдёмте сами. Братья и сёстры, давайте посмотрим в свои сердца и оцениваем, к какому персонажу относимся сегодня мы. Пусть Господь благословит нас быть такими лапцами, которые приносят много улово. Пусть Господь благословит нас быть такими лапцами. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Враждой ослеплены Мы полчищу ворав предать себя готовы Чтоб наложить на мысль безмолвие оковы Воравы нас тогда не устрашат, нет Мы перед истинной дрожим, нам страшен свет Вчера не пять часов будет Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок